Приветствую всех, кто в эту минуту смотрит телеканал CBC. В эфире очередной выпуск программы итоги недели и я ее ведущий Самир Кулиев. Уходящие 7 дней, как всегда, были насыщены на события, но, пожалуй, главные из них связаны с ситуацией вокруг Зангизурского коридора. И хотя последняя встреча вице-премьеров правительства Азербайджана, Армении и России, курирующих разблокировку транспортных коммуникаций в регионе, состоялась еще 2 июня, только накануне стали известны подробности той встречи. Судя по поступающей от сторон информации, открытие железнодорожного сообщения между западной частью Азербайджана и Нахчеванской автономной республикой уже не за горами. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает упрямо называть Зангизурский коридор обычной дорогой, не предусматривающей особого беспрепятственного режима движения. В нашем первом сюжете мы постарались дать юридическую оценку утверждениям армянского премьера. С момента подписания трехстороннего соглашения по итогам Второй Карабахской войны прошло больше двух с половиной лет. Армянский народ, похоже, уже давно усмирился с поражением, о чем свидетельствуют результаты внеочередных парламентских выборов в стране летом 2021 года, в которых, напомним, победу одержала политическая сила, возглавляемая Николом Пашиняном. Водушевленный своей победой, Никол Пашинян, судя по всему, уверовал в свою непоколебимость настолько, что решил самостоятельно изменить содержание того самого трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного сторонами при участии президента Владимира Путина. Представьте, что премьер Армении пытается исказить документ, который опубликован на официальном сайте президента Российской Федерации и находится в свободном доступе. Так, в своих публичных выступлениях Никол Пашинян не раз утверждал, что в заявлении о прекращении огня нет ни слова про Зенгизурский коридор, а речь идет всего лишь о взаимной с Азербайджаном разглокировке дорог, не более. Решение транспортного вопроса будет очень выгодно для всех сторон, то есть это как и для России, для Азербайджана, для Армении. То есть с экономической стороны это огромный прорыв именно для данного региона. Но мы видим, что армянская сторона не хочет мирного регулирования, потому что переигрывание фактов, переигрывание, перефразирование догм, которые уже устоялись, которые являются результатом соглашения, уже являются провокацией, можно так сказать. Открываем текст соглашения, смотрим пункт 9 и понимаем, что армянский премьер-министр ведет дискурс только по первому предложению в данном пункте, а именно, разблокируются все экономические транспортные связи в регионе, тогда как далее в этом же пункте записано. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахчеванской автономной республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Ключевыми формулировками в вышеуказанном фрагменте документа являются беспрепятственное движение, движение граждан транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Далее посмотрим на нормативное определение термина «транспортный коридор», ратифицированного странами Евразийского экономического союза, ранее Евразес, еще в 2004 году, и вспомним, что одним из государств участников союза является Армения. Так, согласно определению, транспортный коридор — это совокупность транспортных коммуникаций, обеспечивающих режим наибольшего благоприятствования при осуществлении перевозок грузов, пассажиров и багажа различными видами транспорта в направлениях их наибольшей концентрации, связывающих пункты отправления, промежуточные пункты и пункты назначения. А теперь сравним беспрепятственное движение в тексте трехстороннего заявления и режим наибольшего благоприятствования при осуществлении перевозок грузов, пассажиров и багажа. В тексте определений согласимся, что беспрепятственное движение даже предполагает более высокий уровень проезда всех видов транспорта по транспортным коммуникациям. А также сравним в обоих направлениях, имеются в виду западные районы Азербайджана и Нахачеванская автономная республика, с формулировкой связывающих пункты отправления, промежуточные пункты и пункты назначения, имеющиеся в тексте определения. Дальнейшие сравнения абсолютно бессмысленны. Любому человеку понятно, что речь идет именно о транспортном коридоре, а не об обычной разблокировке дорог. Если же речь идет не о Зангизурском коридоре, тогда нескромный вопрос, о каком транспортном коридоре идет речь, готова ли Армения предоставить для прокладки транспортного коридора другие свои территории не через Зангизур. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе общения с местными зарубежными средствами массовой информации неоднократно заявлял, что от строительства Зангизурского коридора выиграет не только Азербайджан, но и Армения. У нее впервые за 30 лет появится железнодорожное сообщение с Россией и Ираном. Кроме того, глава государства, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проходящего 25 мая в Москве, куда он был приглашен в качестве гостя, также коснулся вопросов правильного применения термина «транспортный коридор». Я, конечно, не хочу открывать дискуссию, но просто поскольку прозвучало обвинение в том, что мы имеем территориальные претензии к Армении, хочу сказать, что таких претензий у нас нет. Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию, чтобы в моих словах увидеть территориальные претензии. Что касается слова «коридор», который я использовал, то точно так же я использовал это и применительно к коридору Север-Юг. Точно так же это слово используется и применительно к коридору Восток-Запад. Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, и я думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении. Очевидно, что в случае реализации данного проекта среди выгодоприобретателей окажутся все страны региона, включая Россию и Турцию, а не только Азербайджан и Армения. Однако Армения, судя по последним заявлениям руководства страны, желает отдалить Россию от функций по контролю за транспортным коридором, тем самым в очередной раз поставив под удар трехстороннее соглашение в целом. Если смотреть именно с юридической точки зрения, любой поступок приводит к определенной цели. То есть любое какое-то нарушение договоренности либо соглашения преследует определенную цель. И проанализировав именно поведение армянской стороны, дипломатической стороны, мы можем прийти к выводу, что здесь препятствие и несоблюдение условий договоренности и соглашений преследует цель вытеснения российской стороны с контроля данного участка дороги. И, естественно, это выгодно для армянской стороны. Но тогда возникает вопрос, если преследовалась такая цель, для чего необходимо было вступать в решение данного вопроса именно путем подписания определенных соглашений и договоренностей. Москва определенно не желает идти на уступки Еревану. Последняя встреча на уровне вице-премьеров правительств показала, что открытие транспортных артерий, в первую очередь железнодорожного сообщения, необходимо выполнить в кратчайшие сроки, не дожидаясь подписания мирного соглашения. Для России данный проект – отличная возможность расширить влияние в регионе и получить значительную финансовую прибыль. Именно поэтому все вопросы по разблокированию транспортных сетей и строительству Зангизурского коридора проходят при посредничестве российских властей. Тему разблокировки транспортных коммуникаций в регионе и дальнейших перспектив по подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией мы обсудим с доктором юридических наук, чрезвычайным и полномочным послом Намиком Алиевым. Намик Малим, здравствуйте. Добрый день, Самир, добрый вечер. Намик Малим, скажите, пожалуйста, как вы считаете, действительно ли возможно, что Зангизурский коридор разблокируется и, так скажем, появится как минимум железнодорожное сообщение раньше, чем, например, будет подписан мирный договор между Азербайджаном и Арменией? Ну, знаете, мы уже привыкли к тому, что слово и подпись Армении, ее руководители практически ничего не стоят, потому что на протяжении всей нашей истории мы наблюдаем, как заявляя одно, армянская сторона делает другое. Подписывая документ, они отказываются его выполнять, начинают его толковать, доказывая при этом, что их юристы никуда не годятся. Поэтому определенно сказать, что будет раньше то или другое, я, конечно, не берусь, потому что никто не может предсказать действия армянской стороны. Но, тем не менее, я должен сказать, что открытие транспортных коммуникаций, в частности Зангизургского коридора, ни в коей мере не зависит в данном случае от мирного соглашения. Потому что открытие Зангизургского коридора предусмотрено трехсторонним заявлением. И никто не предусматривал в этом заявлении, что мы будем дожидаться мирного соглашения и лишь только потом будем открывать коммуникации. Открытие коммуникации – обязанность, обязательство, которое армянская сторона взяла на себя в соответствии с трехсторонним заявлением от 9-го, 10-го ноября 2020 года. Поэтому говорить о том, что ставить какие-то предусловия, пытаться затянуть этот процесс, это, безусловно, в стиле армянской стороны, армянского руководства, но ни в коей мере не имеет под собой никаких правовых оснований. И, в принципе, если разобраться в этом поглубже, в конечном итоге вредит самой Армении. А вот еще один наш сосед – это Иран. Раньше поступали какие-то очень противоречивые заявления, даже я скажу, что с угрозами в адрес Азербайджана, если вдруг этот Зангизурский коридор откроется, потому что как-то Зангизурский коридор был привязан также к решению каких-то других вопросов одновременно. Сейчас мы наблюдаем, что вот вроде прошли сообщения о том, что вот-вот скоро уже может начаться процесс разблокировки, по крайней мере, опять же, повторюсь, железнодорожного сообщения. И в те же самые дни из Ирана поступили сообщения о том, что от Тебриза до как раз дом Мегри, до вот этого вот участка как раз Зангизурского коридора, иранская сторона активно тоже прокладывает железную дорогу. Значит ли это то, что Иран тоже все-таки желает подключиться к вот этому региональному, так скажем, транспортному узлу? Вы знаете, вот те заявления, что мы слышали в отношении Зангизурского коридора с иранской стороны, откровенно говоря, они удивляли своей абсурдностью, потому что иранская сторона связывала это с тем, что она лишается границы с Арменией, то есть выхода в христианский мир, как они говорят. Это было достаточно удивительно, потому что при ближайшем рассмотрении вот этого проекта очевидно, что никакую границу он не перекрывает. Это всего лишь дорога, может быть в одном случае железнодорожная, в другом случае автомобильная. Но обе эти дороги ни в коей мере не могут лишить возможность Иран и Армению соседствовать, иметь свою границу. Поэтому и в том числе возможность коммуникаций Ирана с Арменией непосредственно. Там будет иметь место перекресток и не более. Поэтому ни о каком лишении границы здесь и речи, собственно говоря, не было. Очевидно, иранская сторона разобралась во всех этих перипетиях и поняла, что в конечном итоге прокладка этого коридора создает возможность Армении подключиться к транснациональным коммуникациям. И это шанс иранской стороны, подключившись к этим коммуникациям, иметь более короткий, более стабильный, более надежный выход и на европейский рынок в том числе. Я думаю, этот проект отвечает иранским интересам. Поэтому, очевидно, здравый смысл и благоразумие возобладают. И надеюсь, что возобладают. И я думаю, что этот проект будет служить миру в нашем регионе, учету интересов всех соседей, всех стран этого региона. И это будет еще одним шагом для укрепления миропорядка Южно-Кавказского региона. А вот армянская сторона, например, увязывала решение вопросов по Загинзурскому коридору с вот этой дорогой Лачинской, с конкретно вот сейчас данный момент пограничным пропускным пунктом, что эти решения вопросов должны быть либо как-то, так скажем, прямо симметричными и тому подобные заявления. Но вопрос в том, что мы сейчас что наблюдаем? Мы видим, что увеличился поток граждан, проживающих, значит, как в Армении, которые двигаются в сторону Ханкенди, так же граждан, которые из Ханкендин управляются в сторону Армении. То есть огромное количество людей каждый день. Но то есть как бы частота, опять же скажу, передвижения людей увеличилась, но при этом критика в адрес Азербайджана о том, что мы якобы там устроили им блокаду и так далее, вот эта критика не уменьшилась. Как так возможно вообще? Ну это тоже очередное, очередные нелогичные действия со стороны Армении. Вот посмотрите, я уже говорил о том, что очень трудно бывает понять логику, когда заявляя одно, они делают фактически другое, поступают по-другому. Когда они говорят и подписывают один документ, а потом действуют вопреки ему, попросту не выполняют эти достигнутые соглашения, взятые на себя обязательства, и в конечном итоге создают проблемы всем участникам этого соглашения и всем своим соседям. Ну элементарно, то, что мы наблюдаем сейчас в связи с перемещениями в районе Лачинского коридора, это все достаточно закономерно и нормально в рамках и международных правил, и в рамках национального законодательства Азербайджана. И в данном случае мы видим, что никто из членов мирового сообщества в этом плане Азербайджан не упрекает, потому что никто не может лишить Азербайджан права установить на своей территории пограничный пропускной пункт, который обеспечивает выполнение функции государства, таможенной, пограничной, охрану государственной границы страны. Поэтому здесь в данном случае упрекнуть Азербайджан не в чем. Просто для того, чтобы показать, что якобы этнические армяне, проживающие на азербайджанской территории, находящиеся под временным контролем российских миротворцев, они нуждаются в какой-то якобы защите их прав, оправдать, с одной стороны, присутствие миротворцев, а с другой стороны, удовлетворить желание тех сепаратистских сил, которые находятся в Карабахском регионе Азербайджана. Вот и делаются эти заявления. Они не имеют под собой никакой почвы, и это очевидно. Если мы обратимся, собственно говоря, к самому трехстороннему соглашению, я об этом уже неоднократно писал и говорил, просто надо четко показать то, что имеет место в соответствии с этим трехсторонним заявлением. Вот в шестом пункте трехстороннего заявления говорится, что Азербайджанская республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Что это значит? Что Азербайджанская сторона обязана обеспечить безопасность вот всего того, что я перечислил. Но как можно обеспечить безопасность, если ты не находишься на этой территории? Поэтому Азербайджанская сторона должна присутствовать на Лачинском коридоре, она должна была и поставила пограничный пропускной пункт на границе для того, чтобы обеспечить безопасность передвижения и граждан, и грузов, и транспортных средств. Потому что все видели кадры, когда армянская сторона, точнее, республика Армения переправляла по неконтролируемому Лачинскому коридору вооружение, боеприпасы, а те мины, на которых подрывались наши граждане и военнослужащие, они были проведены в Армении в 21-м году, то есть после окончания 44-дневной войны. Поэтому вот эти опасности, эти риски, эти трагедии, которые имели место в результате того, что этот коридор по каким-то причинам оставался без контроля Азербайджана, они должны были быть устранены. И в соответствии с этим Азербайджан установил свой пограничный пропускной пункт. Но здесь есть еще вторая сторона этой медали. А вторая сторона этой медали заключается в том, что армянская сторона, которая не желала предоставить этой транспортной коммуникации, которая будет связать западный, точнее, восточный Зенгизу с Нахчеванской автономной республикой, предоставить этой коммуникации статус коридора, она до сих пор не понимает, что эта коммуникация по своему статусу является выше, чем коридор. Если Азербайджан гарантирует безопасность передвижения Палачинского коридора, то в соответствии с девятым пунктом трехстороннего соглашения Армения не только гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской республики и Нахчеванской автономной республики, но это гарантирует еще с целью организации беспрепятственного движения граждан транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Вы посмотрите, не только безопасность, но еще и беспрепятственное. Поэтому, когда речь идет о том, что имеет место, как будет осуществляться контроль за этими транспортными коммуникациями, надо четко представлять, что наш коридор будет являться беспрепятственным. То есть контроль будет осуществляться на территории Азербайджанской республики, грузы будут пломбироваться и точно так же они будут распломбироваться на территории Нахчеванской автономной республики. И никаких препятствий, связанных с контролем, досмотром и так далее, они не предусмотрены в этом трехстороннем заявлении. Как юрист, я с вами полностью согласен. Это беспрепятственное движение. Поэтому здесь об этом надо думать и понимать. И, наконец, третий аспект всего этого. Недавно мы наблюдали, как вице-премьер Армении Герд Григориан, если не ошибаюсь, сделал заявление о том, что контролировать транспортные сообщения будет армянская сторона. И об этом якобы на последней трехсторонней встрече в Москве вице-премьеры не договорились. То есть не обсуждали вопрос в отношении того, что этот контроль будет осуществлять пограничная служба ФСБ России. Да дело в том, что никто вице-премьера в данном случае не спрашивает о том, кто будет осуществлять этот контроль, кроме армянских средств массовой информации. Потому что в Москву он ездил не для того, чтобы обсуждать этот вопрос, а для того, чтобы выполнять трехстороннее заявление. Контроль за транспортным сообщением осуществляет органы пограничной службы ФСБ России. И под этим положением стоит подпись премьер-министра Армении. То есть это уже обязательство, и это уже согласие. Этот вопрос обсужден, по нему принято решение. Поэтому в данном случае мнение вице-премьера, оно не играет никакой роли. Я думаю, что Армения должна выполнять положение трехстороннего заявления. Еще один вопрос вам. Вот перспективы подписания мирного договора. Армения всячески оттягивает этот процесс. И в этом году уже по разным оценкам и по заявлениям армянской стороны все-таки они тоже считают, что до конца года он будет подписан. Но все-таки, я думаю, что по многим вопросам уже приблизились к подписанию. Для чего все-таки Армения оттягивает? Можно ли это связать с тем, что в сентябре в Армении должны пройти выборы мэра Еревана? И каким-то образом Никол Пашинян боится делать какие-то непопулярные решения, которые могут как-то потом повлиять на исход этих выборов? Знаете ли, вопрос подписания мирного соглашения с учетом политической ситуации в самой Армении, неоднозначности политического поля там, он, конечно, недостаточно простой для них. Потому что армянское общество достаточно разобщено. Но ситуация, которая имела место после 44-дневной войны, выборы в парламент Армении и последующие избрания на должность премьер-министра Николова Пашиняна показали, что большинство населения Армении устало от этих мифов, устало от этой агрессивной политики, устало от явления претензий своим соседям, устало жить в нищете и попрошайничестве, и они хотят наконец-то достойной жизни. Поэтому у Армении сегодня единственный путь для того, чтобы стать нормальным полноценным государством, это выполнять документы, под которыми они подписываются, обрести достоинство, именно в этом их достоинство, в выполнении взятых на себя обязательств, в том, чтобы слово было словом, а не, скажем, экодия тряпкой, которую, в общем-то, бросают, потом пытаются подмести, замести то, что было, собственно, сделано. Я думаю, что здесь у Армении сегодня шанс подписать это мирное соглашение. Дело в том, что ведь мирные соглашения, чего они боятся? Они боятся того, что, признав территориальную целостность Азербайджана, что будет отражено, безусловно, мирным соглашением, подписав этот документ, они поставят в себя сложное положение, связанное с обязательствами, взятыми на себя обязательствами, с признанием территориальной целостности Азербайджана. Но они должны наконец-то понять, что территориальную целостность Азербайджана они уже трижды признали. Трижды. Однажды это было при подписании Алматинской декларации в декабре 2021 года. И дважды, в 1992 году, когда вступали в Организацию Объединенных Наций 2 марта 1992 года, тогда и Азербайджан, и Армения вступили в тех границах, в которых они вышли из состава Советского Союза, в тех административных границах. И эти границы были признаны государственными границами этих стран. Это признало и международное сообщество, и Армения с Азербайджаном, взаимные границы друг друга. И, наконец, когда вступали в Организацию... Тогда еще было Совещание по безопасности сотрудничества в Европе с БСФ, а сейчас сегодня это ОБСЕ, и приняли 10 принципов, которые отражены в Сейсовском акте Совещания по безопасности сотрудничества в Европе. И в соответствии с этими актами была признана территориальная целостность обоих государств. Здесь я тоже хочу отметить еще один момент, что с территориальной целостностью и размером территориальной целостности надо обращаться немножко аккуратно, потому что, когда мы говорим о той территории, которая была признана Азербайджаном за Арменией, это не 29 тысяч 800 квадратных километров. Так они пытаются это представить? Они пытаются представить, а это 29 740 с небольшим, по-моему. 743, то есть значительно меньше. Там 57 квадратных километров, они, так сказать, пытаются и на этом тоже присвоить. Поэтому вот подобное неаккуратное, скажем так, небрежное округление этих размеров признанной территории, я думаю, что оно может сыграть злую шутку самой Армении. Ей надо более четко определять свои территории. Спасибо большое. Спасибо, Намик Мелли, спасибо за ваше экспертное мнение. Я напомню, важные вопросы региональной политики мы обсудили с нашим гостем, доктором юридических наук, чрезвычайным и полномочным послом Намиком Алиевым. А мы продолжаем. Армянский премьер-министр Никол Пашинян давно известен своими противоречивыми заявлениями. Бывает так, что на завтрак он говорит одно, а уже в обед совсем другое. О том, как ему удается вводить в заблуждение главного союзника Армении Россию с одной стороны и Запад с другой, и в чем заключается обман, расскажет наш следующий сюжет. Пример политического двуличия. Так, эксперты оценивают встречу премьер-министра Армении и президента России, состоявшегося накануне в Сочи. Никол Пашинян по-прежнему пытается усидеть на двух и даже порой на трех стульях. В кабинетах Кремля армянский премьер говорит одно, а Западу совершенно другое. Пашинян, строящий из себя прозападного демократа, в этот раз выступил совсем в другом амплуа. На встрече в Сочи он осыпал похвалами Владимира Путина, хотя несколькими днями ранее, выступая на саммите Европейского политического сообщества Молдове, отказался признавать Россию союзнической страной. К слову, пока Пашинян вынужден петь дифирамбы российской дипломатии, представители его правительства активно разъезжают по западным странам в надежде выпросить еще больше подачек. Это не балансированная политика, а политика лжи и лицемерия, считает гендиректор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко. Я думаю, что на этой встрече Путин еще раз убедился, что с Арменией предстоит работать в тесном формате координации своих действий с Азербайджаном. Россия по-прежнему заинтересована в открытии Зангизурского транспортного коридора. Это отвечает ее национальным интересам. Точно так же национальным интересам России отвечает и неприсутствие в регионе западных игроков, в то время как Армения уже разместила у себя расширенную пресловутую наблюдательную миссию Евросоюза. Мы видим также и активное посещение Армении различного рода западными эмиссарами, как от ЕС, так и от Соединенных Штатов Америки. Поэтому впереди предстоит долгая и трудная работа. В экспертных кругах Пашиняна уже прозвали «слугой двух господ». Совершая реверансы в сторону Запада, он при этом не забывает обслуживать интересы России. Судя по поведению, сигнал на полный разрыв отношений с Москвой в Арчапет, похоже, еще не получил. Сегодня Армения незаконными методами помогает России обходить западные санкции. Москва уже смогла довести импорт ряда ключевого электронного оборудования до довоенного уровня. Большая часть поставок чипов и процессоров осуществляется через территорию Армении. Армянская сторона реэкспортировала в Россию 97% подобной техники, закупленной у Соединенных Штатов Америки и стран Евросоюза. Проще говоря, Ереван работает по принципу «и нашим, и вашим». Дешевые армянские услуги по обходу санкций не раз критиковали и в Государственном департаменте США, но почему-то решили ограничиться одними лишь осуждающими заявлениями. Иными словами, Запад закрывает глаза на мошенническую деятельность Армении, так же, как 30 лет закрывал глаза на ее захватническую политику в отношении Азербайджана. Азербайджан опять педалировал тему Лачинского коридора, что якобы существует блокада, от которой страдает армянское население, проживающее в Карабахском экономическом районе Азербайджана, что, разумеется, является полной ложью. По той простой причине, что армяне свободно с прохождением таможенных пограничных процедур на контрольно-пропортном пункте, который установлен на азербайджанской стороной, без каких-либо препятствий, сложностей, могут двигаться совершенно и в том, и в другом направлении. Кстати, в вопросе лицемерия у премьер-министра Армении есть объект для подражания. Это его ярый защитник, президент Франции. Ведь Эммануэль Макрон в этом деле настоящий аз. С одной стороны, он выражает поддержку Украине, а с другой ведет тайные переговоры с Россией. Еще в прошлом году в сеть просочилась аудиозапись его конфиденциального телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Слили запись сеть сами же французы. Такое двуличие и лицемерие Париж демонстрирует и в вопросе нормализации отношений Баку и Еревана. Франция постоянно твердит о необходимости мира, параллельно вооружая Армению. Из-за этой предвзятой позиции Макрон и был отстранен от официальных переговоров глав Азербайджана и Армении. Французский лидер теперь вынужден ограничиваться лишь участием в неформальных встречах. Шамистам Амедов, CBC. Надо сказать, что в наших новостных передачах тема особого отношения Франции к Армении, порой не поддающихся нормам логики и здравого смысла, неоднократно и широко освещалась. Хотелось бы узнать, что происходит в этих отношениях. На данный момент для этого мы пригласили принять участие в программе юриста и политолога из Франции Заура Садакбайли. Заур, здравствуйте. Добрый вечер. Заур, вот Париж фактически, можно сказать, что по-прежнему не конструктивен. Еще недели на прошлой состоялась встреча президента Азербайджана и его армянского коллеги, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, при посредничестве председателя Европейского совета Шарля Мишеля. И на этой встрече также присутствовали, соответственно, президенты Франции и канцлер Германии. Так вот, Шарль Мишель выступил по результатам этой встречи с сообщениями и заявлением для прессы, в котором, в принципе, все исчерпывающе изложил по результатам этой встречи. Однако почему-то и для чего-то, зачем это нужно было, непонятно. Елисейский дворец также выступил со своим заявлением. Что это было? Это попытка как-то противодействовать политике Европейского союза? Или это какие-то свои личные интересы? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Да, Саммер, мы уже это обсуждали в одной из ваших передач, в стиле Гусенин-Зады, в тот день, кстати. Там проблема очень простая. Дело в том, что, ну, получилась такая вещь. Во-первых, я так помню, что вот в Кишиневе, значит, была это как бы в кавычках параллельная какая-то пресс-конференция, да, и где Макрон абсолютно не должен был вмешиваться, наговорить какую-то. Никто его не обязывал это делать, и он сделал это заявление. И я потом увидел на сайте Елисейского дворца, тоже разместили вот этот коммунитет, как его называют. Там есть, ну, конечно, очень много наших сограждан переживали, членов нашей диаспоры с разных стран, писали, звонили, значит, тоже было такое удручающее состояние. Но там два последних параграфа, на самом деле, такие, да, проблемные. Ну, как я уже сказал, это реверанс по сторону армянского лобби опять. И там есть очень простая вещь, которую я так понимаю, что, не знаю, или не понимают, или не хотят до конца понимать в Париже. То, что Макрон сказал, как бы, устами своей пресс-службы или на конференции о правах, значит, вот этих армян, которые живут в Карабахе, и, значит, о других каких-то параметрах, все это упирается в одну очень простую стенку. Это в Конституцию Азербайджана, в конституционное право, в ригидность Конституции. Потому что вот то, что придумывал, ну, придумывал сейчас вот эти, воспевал армянские идеологии на Западе, да, лобби, и из легкой руки вот эти политики, проармянские журналисты и части эстаблишмента, да, мы видели в парламенте, в Сенате, они хотят навязать Азербайджану, что вот нужен какой-то некий политический диалог и так далее, и какие-то уступки дополнительные со стороны Азербайджана. Но все это невозможно, я уже много раз об этом говорил. Во-первых, нужно менять Конституцию, естественно, это невозможно, и нужно исходить из сегодняшних параметров Конституции, я уже говорю об этом. В моем понимании решение, оно упирается только в, значит, справедливые, свободные выборы, значит, без всякого давления в этих коммунах, которые остались в Карабахе, в административных единицах, поселках, как называют, или в городах. И когда будут избраны вот эти муниципальные советы, они будут строить отношения с назначенным главой исполнительной власти каждого из этих районов и региона Карабахского, потому что если Карабахский регион, можно по этому опыту тоже пойти, есть во Франции и в других странах этот опыт, то есть еще исполнительная власть региона, да, префект, как его называют. И тогда будет вот это, значит, контроль, как его называют, апостерериоре, когда что-то они принимают, значит, решение, это решение аннулируется, то есть, ну, аннулируется, останавливается вот этим главой исполнительной власти, и если между ними спор, это идет в суд. Все очень просто, то есть там административная такая контрольная система, как я называю, контроль апостерериоре, и все, после этого, если эта административная единица продолжает нарушать Конституцию, ее просто распускают на Совете Министров, а Франция это только так и работает. Поэтому вот что-то лишнее придумать, я уже об этом говорил, в Азербайджанской Конституции 142-152, вот эти 10 статей, они посвящены вот этому механизму, потом что-то можно будет доработать, там, я сказал, да, главы исполнительной власти региона и так далее, административное правосудие, в тот момент его не было, в 95-м году сейчас оно появилось. То есть это все как-то, значит, если что-то нужно, можно какие-то параметры изменить с помощью закона, или конституционной вот этой реформы в рамках парламента, конституционного закона, как его называют. Но заставить Азербайджан пересматривать Конституцию, чтобы ввести какие-то параметры и каким-то административным единицам дать больше власти, это не увязывается. Я вот сам посчитал, это территория приблизительно 2400 квадратных километров, да, это маленькая территория, значит, Азербайджана, но там сейчас живет 70 тысяч человек, и это неправильно. Это по максимальным подсчетам, я думаю, что даже меньше. Департамент, да, но это неважно, сколько бы ни было, там территория большая, и живет мало людей, и поэтому это невозможно сделать какую-то привилегию для такой маленькой, значит, для такого маленького количества людей и на такой большой территории сделать, кстати, французским понятием, это как бы департамент, его часто сравним с цивилинами, да, по 4000 квадратных километров, и там где-то живет 5 миллионов, да, население. И представляете, вот если в департаменте французском осталось бы население, там, значит, какое-то смехотворное, да, ну, будем сравнивать то, что сравниваем, на 5 раз делим условно, да, и там получится даже где-то 100 тысяч человек, да, где 200 тысяч человек, а должно проживать там 5 миллионов, да, в регионе там. И вот эти 100 тысяч человек хотят, нет, мы не хотим жить по вашим законам, дайте нам какие-то дополнительные права, этого, конечно, не будет. И поэтому вот эти заявления, они упираются в это, и Париж это должны понять, потому что, ну, ничего другого не будет. И армяне Карабах это должны понять, что вот эти все обещания какие-то западных дядек, да, вот этих, обещал пиарщиков, они все упираются вот в это. Это называется принцип конституционной регионности. Это специально придумано, чтобы нельзя было, значит, каждый по зубу ветра, кому что в голову бредет, брать и менять конституцию. Это сложный процесс такой, в многих, в разных странах он по-разному работает. В Азербайджане очень часто применяется, значит, именно референдум, путем референдума. И нужно понимать, что ни через какой референдум вот такого типа предложения не проводят. Все остальное в рамках закона, пожалуйста, можно разговаривать. Естественно, нужно понимать, что все вот эти атрибуты, в кавычках, как власти, они тоже исчезнут, да. То есть там никакого вот этого президента, в кавычках, не будет, никакого парламента не будет. Естественно, что они могут рассчитывать. Это, значит, муниципальные советы, да. И если когда-то в Азербайджане будет еще вот это, значит, реформа, может быть, будет региональный, как называют, совет, потому что, ну, это принципы децентрализации, но этого еще в Азербайджане нет. Нет таких философов, как региональные советы, которые нужно еще создавать, как-то проводить через Конституцию, все это делать. Есть такие, но опять-таки, то есть на уровне то, что сегодня есть, нужно исходить из этого муниципалитета. И поэтому вот эти все флаги, вот эти все, значит, какие-то атрибуты, да, там, министерства, в кавычках, это все исчезнет. Естественно, ни паспорта, ни средства рождения, ничего они выдавать не будут. Поэтому это нужно понимать, и в Париже это должны понимать. Я думаю, что нам нужно дальше продолжать коммуникацию, на франкоязычное общество и по всему миру, потому что, ну, это нужно разъяснять. Потому что вот такие вещи, как я вот еще раз приведу, на вот этом радио Куртуази, это было очень интересно, потому что это французский журналист, больше правой ориентации, даже, может быть, симпатизирующий немножко ультраправым, да, Майк Боровский. И вот в этом разговоре вскоре рождается истинно. Мне внезапно он задает вопрос, а каким образом у 600 тысяч азербайджанцев в Армении отняли все права, потому что, если вы родились в стране, у вас право на почву, вам бы никто не сказал, что вы не француз. Вы француз, ну, там есть три этапа, но максимум 18 лет вы француз. Так это работает. И вот это очень интересно, потому что люди, когда им рассказываешь правду, естественно, они понимают. И французы совсем не глупые люди, просто им нужно это рассказать. Очень много образованных людей. И когда вот на таком уровне им объясняешь, что вот это невозможно, знаете, элементарно, когда говоришь, что через 2000 лет нельзя говорить о Великой Армении, естественно, все кивают головой, потому что все это понимают. Да, тогда что говорить о македонцах? Тогда македонцы полмира захватили, они бы сегодня претендовали бы вообще на все страны. Да что так? Это нужно понимать, и в Париже это должны понять. Заур, вы сказали, что французы далеко не глупые люди. Я с вами, конечно же, согласен. Но вот французы не задают вопросов своему президенту о том, для чего он фактически персонально занимается разрешением вопросов далеко за несколько тысяч километров от Франции, тогда как в самой Франции есть большое количество проблем, и в частности на религиозной почве очередной инцидент произошел накануне. Могли бы прокомментировать как-то это? Ну, скажу вот такую вещь, да, на самом деле удурчающие приходят какие-то сигналы. Я уже говорил, в тот же Лео Николян опубликовал в Твиттере свое сообщение о том, что у него есть информация из источников военного ведомства Франции, о том, что Франция приняла решение и будет оставлять знаменитые вот эти пушки Цедр в Армении, но не знает, как их поставить. Это очень дорогое, очень высоко точно оружие, да, оно проявилось и в Украине, и, значит, там проблема, что ни одна из сопредельных стран не позволит через свою территорию в Армению поставлять, значит, оружие, остается Иран. Ну, там, я уже сказал, два вопроса. Во-первых, это вопросы посредника, да, который не может поставлять оружие, и во-втором это вопрос, если это подтвердится. Там с этим Цедром, на самом деле, большие проблемы, потому что, ну, даже в Украине было условие, что оно не должно попасть руки, значит, ну, тем же самым российским, да, солдатам, потому что его тогда проанализируют и создадут такое же похожее оружие, высоко точно. Напомню, что Цедр – это высокоточная пушка, которая на 80 километров 100% поражает цель и стреляет практически автоматически, да, очень мобильно, очень переводится. В общем, такое интересное оружие, на самом деле. Но, тем не менее, и сейчас, вот, если провести параллель, мне понравилось то, что сказал Шамистан, Мамедов в своем репортаже. Это то, что делаются различные такие заявления. Вчера буквально, да, Макрон заявил, что, значит, тиран должен прекратить поставлять оружие России, потому что эти беспилотники Шагет, они, значит, попали в жилой дом, значит, если я понимаю, да, на юге, где-то рядом с Сочи, в этом с Адессой, и погибли там люди, то есть, значит, еще неизвестно сколько, но в жилой дом попал вот этот беспилотник, который не смогли сбить. Поэтому вот, ну, это как бы сидеть опять на двух стульях, двойные стандарты, и вот это политическое лицемерие, оно, конечно, удурчает, потому что нельзя, с одной стороны, говорить, что, значит, ты миротворец, ты хочешь добиться мира, делать заявления, посылать министрам странных дел, и, с другой стороны, вот, значит, делать такие заявления, конечно, что вот нельзя поставлять оружие такое, ну, есть такая линия, да, что вот мы поддерживаем Украину, территориальную целостность против сепаратистов, это вот эта риторика Макрона. Естественно, мы за Украину, и, естественно, вот идет сейчас там конфликт вооруженный. И, естественно, говорит, что вот Иран нехорошо делает, тот же самый Китай, например, да, какие-то, говорит, что нельзя оружие поставлять, вы разжигаете конфликт в том смысле, что вы поддерживаете агрессора. И, с другой стороны, говорит, мы сейчас вот, может быть, в Армению поставим военную технику, там, какие-то машины, зная, что это, ну, оружие, оно как ружье на стене, оно не будет на стенке висеть, оно будет стрелять. Поэтому я думаю, что вот это, конечно, нужно задаться вопросом, тем более, как, совершенно правильно сказали, внутри страны очень много проблем. Я так понял, что, ну, вы имеете в виду инциденция, которая произошла на этой неделе в Анси, речь идет о сирийском беженце из Швеции, который попал во Францию, тоже просил убежища, ему отказали, но он, фактически, человек психически болен, и с ножом, к сожалению, на детской площадке ранил нескольких детей, и его чудом поймали, там, связали, и сейчас он идет, и сейчас большая полемика во Франции. Но самое главное, что это представитель сирийских беженцев, христианского происхождения, те называемые восточные христиане. Напомню, что проармянские протагонисты и армяне трубили и трубят во Франции везде, что они восточные христиане, их обижают. То есть это большой удар по вот этим восточным христианам, потому что вот теперь, сейчас, не знаю, квалифицировать это как терроризм или как что-то, но я так понимаю, что с руки не сойдет, потому что даже с такими проблемами еще оставили в камере предварительное заключение, то есть не поддержали идею поместить его в психиатрическую лечебность. То есть большая полемика сейчас во Франции, но и по правам иностранцев, как этот человек во Францию попал, и по всем вот этим параметрам, как христианин сирийский, восточный христианин такой вот во Франции натворил. Заур, спасибо вам большое за ваши подробные ответы. Я благодарю вас и напомню, с нами на связи был юрист и политолог из Франции Заур Садыгбайли. Наверное, самой значимой новостью мирового масштаба на текущей неделе является разрушение Каховской гидроэлектростанции, которая находится в Херсонской области в зоне боевых действий между Россией и Украиной. Затоплены десятки населенных пунктов, нанесен катастрофический вред окружающей среде региона. Стороны обвиняют друг друга в совершении подрыва плотины и называют случившееся не иначе, как террористическим актом. Соединенные Штаты сделают всё, что в силах, чтобы помочь народу Украины, заверила общественность пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она обвинила Москву в произошедшем подрыве Каховской ГЭС. Президент США Джо Байден воздержался от прямых обвинений в адрес Москвы, но пообещал оказывать помощь Украине. Однако, по словам пресс-секретаря Белого дома, пока нет сведений о возможности переговоров между Джо Байденом и Владимиром Зеленским. США ещё не закончили анализировать произошедшее на Каховской гидроэлектростанции. Ущерб и разрушение, нанесённые ГЭС, ужасающие. Мы, безусловно, сделаем всё, что в наших силах, чтобы помочь народу Украины. Но я скажу вот что. Как мы отмечали ранее, плотина находилась под контролем России, и она несёт ответственность за разрушение, вызванное этой войной. С угрозой о привлечении России к ответственности за разрушение дамбы выступил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Его слова поддержала председатель Еврокомиссии Унсула фон Дарляйен, отметив, что разрушение дамбы – возмутительное нападение на гражданскую инфраструктуру, которая ставит под угрозу жизни сотен тысяч человек. Она пообещала Украине гуманитарную помощь от Брусселя. Канцлер Германии Олаф Шольц также возложил на российскую сторону ответственность за разрушение ГЭС. Он добавил, что Берлин наблюдает за ситуацией с Запорожской атомной станцией, которая зависима в плане охлаждения реакторов от уровня воды в Каховском водохранилище. По информации Международного агентства по атомной энергии, АЭС продолжает пополнять свои запасы воды, полностью используя воду из Каховского водохранилища. Пока это возможно. Однако наблюдается темпы падения уровня воды от 11 сантиметров до 5-7 сантиметров в час. Если уровень опустится ниже 13 метров, станция уже не сможет перекачивать воду из водоёма в резервуары. Поскольку полный масштаб повреждения дамбы остаётся неизвестным, невозможно предсказать, когда это произойдёт. Но если нынешняя скорость падения будет продолжаться, критический уровень будет достигнут в течение следующих двух дней. По словам премьер-министра Великобритании Риша Сунака, если выяснится, что плотину разрушили намеренно, это станет самой крупной атакой на гражданскую инфраструктуру с начала боевых действий. Однако делать какие-то выводы Лондон не спешит, так как разведслужбы и военные Великобритании пока изучают обстоятельства разрушения Каховской ГЭС. По словам Сунака, первоочередная задача – справиться с последствиями катастрофы, которая привела к затоплению населённых пунктов и поставила под угрозу снабжение питьевой водой. Премьер Канады Джастин Трюдо назвал последствия разрушения дамбы абсолютно разрушительным для жителей юга Украины. «Я также хочу поговорить о разрушении плотины на юге Украины, которое является абсолютно разрушительным для жизни и средств к существованию во всём регионе. Это ещё один пример ужасающих последствий незаконного вторжения России в Украину». Между тем, Москва возложила ответственность за обрушение станции на Украину. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, разрушение ГЭС является преднамеренной диверсией Украины из-за отсутствия успеха в контрнаступлении. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что произошедшее будет иметь тяжёлые и долговременные последствия для экологии. Киев значительно увеличил сброс воды с Днепропетровской ГЭС, что усугубляет ситуацию с затоплением. И это доказывает спланированную Киевом крупномасштабную диверсию, уверен министр обороны России. Москва назвала данный инцидент терактом. Это преднамеренная диверсия. Ещё раз подчеркну, преднамеренное, целенаправленное изничтожение гражданской инфраструктуры для нанесения ущерба гражданскому населению. Это, конечно, террористический акт. Произошедший на Каховской ГЭС подрыв грозит эпидемиологическими, энергетическими, экологическими и климатическими рисками. В зоне подтопления оказались территории региона с общим населением более 40 тысяч человек. До сих пор идёт эвакуация. Есть пропавшие без вести. Точное число жертв пока не называется. Это были самые важные события уходящей недели. Увидимся с вами в следующее воскресенье в это же время на телеканале CBC. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова